На протяжении трёх дней в Наринмаре работали специалисты-репродуктологи из Санкт-Петербурга. В Нинецкий округ они прибыли, чтобы провести процедуру ЭКО в рамках системы обязательного медицинского страхования тем, кто в этом нуждается. Подробнее о результатах поездки и самой процедуре мы поговорим сегодня. Это актуальное интервью. У нас в гостях сегодня врач-репродуктолог клиники EmbryLife Дмитрий Андреевич Геркулов. Здравствуйте. Здравствуйте. Довольно-таки серьёзная тема у нас, я думаю, очень важная. Тема ЭКО неразрывно связана с темой бесплодия. Насколько эта проблема сегодня актуальна в России? По мировым данным, около 15% супружеских пар бесплодны и нуждаются в помощи вспомогательных репродуктивных технологий. В России статистика примерно такая же, причём мужское и женское бесплодие разделены поровну. Я так наслышана, начитана о том, что эта процедура очень дорогая. Ну, дорогостоящая довольно-таки. Я думаю, что не у всех есть средства. К счастью, с 2012 года в Российской Федерации есть финансирование в рамках программы ОМС, а субсидирование населения по программам ЭКО. И в том числе ваша клиника оказывает вот эти вот услуги? Да, в том числе наша клиника работает в рамках программы ОМС. И вот в рамках этой программы вы приехали в Ненисский округ? Да. А немножко о том, какие вот результаты уже принесли те дни, пока вы работаете? В данный момент мы проводим консультативный приём населения, определяем тактику лечения бесплодие каждой конкретной пары, даём свои рекомендации, выстраиваем, если можно так сказать, маршрутизацию от врача-женской консультации до репродуктолога уже непосредственно в центре Embrylife. А много людей записались к вам на приём? Да, людей записалось большое количество. У нас три дня приёма через каждые 20 минут пациенты. Я так понимаю, не все получат данную услугу, не все пройдут через процедуру ЭКО. Наверное, есть какая-то, может быть, квота, либо это все люди, которые желают получить эту процедуру? Практически все люди, которые желают, могут получить государственное финансирование по программе ОМС. Конечно, существуют противопоказания для проведения процедуры ЭКО. Также существуют противопоказания и ограничения для проведения программы ЭКО в рамках ОМС. А много людей отсеиваются в результате консультаций, приёмов? К счастью, немного, и мы большинству можем помочь. Вы оказываете помощь в рамках вот этих вот трёх дней? Или каким образом происходит? В рамках нашего приёма, в данные три дня, мы оказываем консультации, даём консультации по вопросам бесплодия и, грубо говоря, готовим людей к процедуре ЭКО. Определяем тактику лечения, определяем подготовку к процедуре ЭКО, обследование перед процедурой ЭКО. А сама процедура, она где проходит? А сама процедура ЭКО проходит в Санкт-Петербурге, в нашем центре Embrilife. То есть в рамках вот государственной программы это всё оплачивается? Да, в рамках государственной программы процедура ЭКО оплачивается полностью. То есть те семейные пары, которые получили вашу консультацию, получили одобрительную, положительную решение, они выезжают в Санкт-Петербург? Да, они выезжают в Санкт-Петербург и проходят лечение уже непосредственно у нас в центре. А по каким условиям, по каким параметрам пари могут отказать в прохождении этой процедуры? В принципе, в рамках программы ОМС ограничений немного. В настоящий момент противопоказаниями для ЭКО являются тяжёлые соматические заболевания, островоспалительные процессы. Более подробно перечислены они в рамках 107 приказа 2012 года. Собственно, там достаточно большой список, и согласно нему мы и отбираем пациентов. То есть главное, чтобы здоровье? Главное, чтобы было здоровье, да. Скажите, пожалуйста, в этой процедуре могут принять участие только семейные пары или одинокие женщины тоже? Также одинокие женщины могут рассчитывать на процедуру ЭКО. А каким образом здесь происходит? Одинокие женщины могут рассчитывать на донорские программы, на донорство спермы. В клинике Эмбрилайс существует Криобанк, спермы донора. Донор подбирает цветы мужчины, здоровые мужчины до 35 лет, добровольно вступившие в программу донорства, соматически здоровые, имеющие детей здоровых, без ярких фенотипических признаков. И, собственно, пациентки отбирают для себя доноров по фенотипическим признакам роста, цвета, глаз и так далее. А донорская помощь, она тоже, получается, входит в эту бесплатную процедуру получения ЭКО? Сама по себе донорский материал не входит в программу ОМС и оплачивается отдельно за счет средств пациента. То есть пациент должен заранее знать об этом, чтобы быть готовым? Да. А ваша клиника, она часто оказывает вот такие вот, участвует в государственных программах, ездит по регионам, консультирует людей? Да, у нас большой опыт консультативных приемов по Северо-Западному федеральному округу. Мы регулярно выезжаем в города Северо-Западного федерального округа, ведем бесплатные консультации пациентов по вопросам бесплодия. А вот вы можете ответить на такой вопрос? В семейных парах чаще всего женщина страдает от бесплодия или мужчина? Есть какая-то статистика? Ну, как я и сказал вначале, бесплодие распределено примерно равномерно среди мужской, мужчин и женщин. Часто встречаются сочетанные случаи. Бесплодие — это какой-то врожденный порог или его можно как-то приобрести, не дай бог, в течение жизни? Бесплодие — это общее понятие, которое включает... Понятие такое — женщина не может забеременеть. Она не может забеременеть по разным причинам. А иногда это бывают и врожденные факторы, а иногда это приобретенные. И чаще всего это приобретенные. Самый распространенный фактор бесплодия — это метробно-перитониальный фактор. Он зачастую связан с инфекционными процессами. Давайте поговорим немножко подробнее о самой процедуре ЭКО. Я думаю, что многих интересует, как это проходит, много ли это занимает времени. И вообще, женщина, наверное, ведь нервничает перед этим процессом. Конечно. Сама процедура ЭКО представляет собой несколько этапов. Разделена на несколько этапов. Первый этап — это стимуляция яичников, стимуляция супервуляции. В дальнейшем пункция — трансфигнальная пункция фолликулов, которая происходит под наркозом. В дальнейшем эмбрионы из клетки оплодотворяются, эмбрионы культивируются в лаборатории от 3 до 5 дней. В последующем производится перенос эмбриона в полость матки. Вся процедура занимает около 20 дней, если мы говорим о коротком протоколе. Это психологически тяжело для женщины. Специально для этого у нас в центре работает психолог, который ведет бесплатные консультации пар супружеских, которые выступают в протокол ЭКО. Каков процент неудач процедуры? Мы привыкли говорить о процентах удачи. Давайте о процентах удачи. Мировая статистика — около 35% среди всех возрастов пациенток. Мы всегда говорим очень аккуратно о эффективности протокола ЭКО, потому что это зависит от многого. Это зависит от возраста пациентки, это зависит от причины бесплодия, от многих сопутствующих факторов. В нашем центре статистика говорит от 40 до 45% удачных протоколов ЭКО. Я вот слышала такую вещь, можете опровергнуть или наоборот подтвердить, что прохождение через процедуру ЭКО, оно иногда дает очень такой супер положительный эффект, рождаются несколько детей. Это правда, что может родиться двойня, тройня? Да, это может быть. Но этот процесс отчасти контролируемый. Перенос эмбрионов, это его финальная стадия протокола ЭКО, он контролируется эмбриологом, репродуктологом, и переносим одного или двух эмбрионов. В зависимости от этого получается один ребенок или два. Мировые приоритеты — это перенос одного эмбриончика и рождение одного ребенка. Процедура ЭКО направлена на рождение одного здорового ребенка. И это главное. Если мамочка хочет двоих, она об этом может вам сказать? Да, она может нам об этом сказать. Мы всегда предупреждаем о рисках многоплодной беременности, как мы говорим, рисках двойни и сопряженные с этим осложнения беременности. Потому что одноплодная беременность протекает легче, одноплодная беременность... Акушер любит ее больше, одноплодная беременность, за ее предсказуемость течения больше степени. А можно как-то запрограммировать пол ребенка, или это тоже миф? Мы можем достоверно узнать пол ребенка на этапе эмбриона. Однако это определяется для исключения какой-то генетической патологии. Для этого существует специальная процедура, предимпункционная генетическая диагностика. Когда на стадии дробления от эмбриончика отщипываются несколько клеточек и тестируются генетиками уже специально на наличие какой-то хромосомной патологии или наличие подверждения набора хромосом полного. Законодательно мы не имеем права проводить предимпункционную генетическую диагностику для определения пола ребенка. Только для исключения патологии, хромосомной патологии. Например, заболевания, сцепленных с хромосомой. А на протяжении беременности вы наблюдаете женщину? Или это уже не входит в вашу компетенцию? Да, в настоящее время мы активно развиваем эту часть нашей помощи и стараемся вести женщин на протяжении беременности. А если она живет в других регионах, она может приехать к вам на смотр или какую-то консультацию? Да, с этим возникают определенные сложности. Но при необходимости высококвалифицированной консультации она всегда может к нам приехать. И мы всегда с удовольствием, с радостью примем ее. Ты уже много сказали об этой процедуре, об особенностях. И вот все-таки отличается ли естественная беременность от беременности от процедуры ЭКО? Наверное, да. Все-таки течение беременности после ЭКО связано с большими рисками. Большими рисками потерь на ранних сроках беременности связано с большими рисками акушерских осложнений. Это связано с особенностями процедуры ЭКО. И также это связано с пациентами, которые вступают в протокол ЭКО. Мы же не можем сравнивать естественное наступление беременности у женщин здоровых в 20 лет и также наступление беременности у женщин после процедуры ЭКО. То есть получается, что тем врачам, которые ведут женщин беременных, им все-таки нужно знать эту особенность и как-то понимать, что женщина прошла через эту процедуру. Обязательно. В обязательном порядке имеются особенности ведения женщин после процедуры ЭКО, особенности беременности после процедуры ЭКО. Поэтому написано большое количество монографий, статей и активно читаются лекции репродуктологами и экшером-гинекологами. Так, в частности, в Танкт-Петербурге. Скажите, вот наши пациентки, которых вы уже приняли у себя на приемах, много вопросов задают, много интересуют? Или, может быть, уже что-то начитались, наслышанное? Я вам скажу, нельзя ответить однозначно на этот вопрос по-разному. Некоторые пациентки хорошо осведомлены о процедуре ЭКО, некоторые уже были в протоколах ЭКО, проходили лечение с помощью процедуры ЭКО. Есть сейчас пациенты, которые совсем ничего не знают о процедуре ЭКО. Вопросов большое количество, что у тех пациенток, что у этих. Они просто немножко разного характера и с разными уточнениями. Но вопросов задавали много, интересуются много. Старались ответить на них, на всех, как можно полнее. Дмитрий Андреевич, я понимаю, что все-таки приятнее говорить об удачах, чем о неудачах, но все-таки, если с первого раза не получилось. Бывают такие ситуации, когда можно повторить эту процедуру и можно ли? Конечно, ведь эффективность протокола ЭКО не стопроцентная. Да, мы говорим о 40-45% успеха, и часть пациенток не получается с процедурой ЭКО с первого раза. Обязательно нужно повторять, обязательно нужно повторить. Если нет необходимости дополнительных манипуляций, дополнительных обследований или каких-то вмешательств, процедуру ЭКО можно повторять через 3 месяца. То есть такая короткая достаточно периодичность. Вот вы можете ответить на вопрос, я думаю, что многих он будет интересовать, все-таки сколько стоит эта процедура? В центре Эмбрилайф процедура ЭКО стоит порядка 150-160 тысяч рублей, в зависимости от необходимости дополнительных методов. Эта стоимость, она такая средняя по стране? Да, это средняя стоимость по стране. Дмитрий Андреевич, а есть ли какие-то ограничения по возрасту? Ограничений по возрасту в рамках приказа, которым мы окроводствуемся, 107-го нет. Но стоит понимать, что процедура ЭКО и беременность, она связана не только с вертильностью женщины, но также связана с возможностью вынашивания ребенка. Поэтому существует определенный возраст, в котором соматические показания, то есть общие заболевания женщины, уже могут быть противопоказанием к вынашиванию беременности. А Дмитрий Андреевич, а могут ли быть какие-то осложнения и возможно ли их избежать? Как любое медицинское вмешательство, процедура ЭКО связана с рисками и осложнениями. Мы всегда учитываем их при подготовке пациентов к процедуре ЭКО при начале стимуляции. К счастью, опыт специалистов, своевременный анализ ситуации позволяет в большинстве случаев избежать рисков, связанных с процедурой ЭКО. А вот когда наши пациенты приедут в Санкт-Петербург, вот непосредственно вы будете участвовать? Да, я врач-репродуктолог клиники Эмбри-Лайф и веду протокол ЭКО, веду пациентов. Им уже будет легче. Они видели вас здесь и там тоже. А что такое отсроченное материнство? В настоящее время проблема деторождения очень актуальна. И большинство женщины, особенно в крупных городах, откладывают деторождение на более поздний период, когда карьера уже на своем пике, когда можно подумать уже и о детях. К сожалению, зачастую так бывает, что когда женщина задумывается о материнстве, ее репродуктивный потенциал уже не такой высокий, как в более раннем возрасте. Программа отсроченного материнства разработана для того, чтобы сохранить репродуктивный потенциал женщины и дать ей возможность ощутить счастье материнства в более позднем репродуктивном возрасте. Программа отсроченного материнства включает в себя витрификация ацитов и витрификация кортекса яичника. И криоконсервируем их, то есть замораживаем и оставляем храниться в нашем криобанке до того момента, когда женщина решит забеременеть. То есть сохраняете материал в том виде, который он был у нее, например, до 35 лет. Давайте, наверное, поговорим о вашей клинике. Я думаю, что интересно будет узнать, особенно тем, наверное, пациенткам, которым предстоит поездка в вашу клинику. Несколько слов буквально. Клиника EmbryLife — это центр репродуктивных технологий. У нас современная лаборатория, работающая по стандартам Американского общества репродуктивной медицины, Европейского общества репродуктивной медицины и эмбриологии. В настоящее время профессионализм врачей и эмбриологов позволяет выполнять практически все манипуляции, которые возможны в программах вспомогательных репродуктивных технологий. А часто ваша клиника участвует в этой государственной программе по бесплатному оказанию этой помощи? Вопрос часто, наверное, некорректный. Мы участвуем в ней постоянно, то есть с года в год. То есть с 2012 года, как она начала свое действие? Вот это надо спросить. Не знаю, 2012 года. Ладно, хорошо. А в Ненинском округе вы в первый раз, именно ваша клиника? Наша клиника консультативные приемы в Ненинском округе ведет в первый раз, да. Дмитрий Андреевич, а как вы можете помочь тем людям, которые имеют какие-то заболевания, допустим, онкологические? Пациентки с онкологическими заболеваниями, так же, как и пациенты, имеют возможность сохранить свои гометы, так скажем, и ациты, или сперматозоиды до начала лечения онкологического заболевания. Как мы знаем, химиотерапия негативно влияет на вареальный резерв женщины, на сперматогенез. У мужчины поэтому и существует возможность витрификации ацитов или витрификации кортекса яичников. Я уже говорил про программу отсроченного материнства. И так же креоконсервация спермы. А затем, вот после преодоления, допустим, болезни, когда можно воспользоваться? Какой-то есть период, когда нужно что-то переждать, может быть? Это обычно решается онкологами. По разрешению онкологов при стойке ремиссии заболевания возможно планирование беременности. То есть здесь нужно знать, вот вам, врачам нужно знать? Нам нужно знать, наступила ли полная ремиссия заболевания, и мы должны получить разрешение онкологов на проведение процедур вспомогательных и репродуктивных технологий. Потому что основное для нас это здоровье пациента. Предпочитают в России получать эту помощь высокотехнологичную или все-таки вот за рубежом? Как-то вот есть какое-то соотношение? В основном пациенты получают помощь по преодолению бесплодия в России. В нашу клинику зачастую обращаются пациенты, которые получали помощь в других странах. И мы общаемся с коллегами из Европы, из США, и делимся опытом всегда о проведении процедуры ЭКО, о помощи бесплодным парам. Поэтому сравнивать тяжело. Мы обладаем схожей эффективностью, схожими методами лечения, одинаковой эффективностью в плане наступления беременности в процедурах ЭКО. Существуют региональные особенности, и я думаю, что они не так отличаются. То есть мы не можем говорить о том, что за рубежом лучше качественное оборудование, квалифицирование врачей? Нет, мы не можем так говорить. На своем личном опыте могу сказать, что у нас точно не хуже. Мы участвуем в международных конференциях, врачи российские участвуют в международных конференциях, и действуют соответственно мировым стандартам. Наши лаборатории соответствуют мировым стандартам. И не только лаборатории, но и специалисты, и тактики лечения. Насколько вообще результат процедуры зависит от квалификации врача, от качества оборудования? Во многом зависит результат от квалификации врача, от квалификации оборудования, и во многом зависит от качества работы всего эмбриоблока. То есть не только оборудований, но и эмбриологов, которые участвуют в оплодотворении и культивировании эмбрионов. Сколько раз в рамках программы бесплатной по ОМС можно получить вот эту помощь? Два раза в год обычно. Два раза в год. В дальнейшем. Не так долго существует программа по ОМС, поэтому дальше не знаем. То есть, а если очередь на эту процедуру, на бесплатную, довольно-таки большая, то кто-то может получать два раза, кто-то может... Или все равно получат все в любом случае, даже те, кто уже несколько раз получал. Да, получат все. Очередь в нашей клинике, как таковой очереди, нет. В департаменте здравоохранения очереди не создают, поэтому мы стараемся пролечить как можно больше пациентов по данной программе. Как Вы считаете, насколько такое правильное решение на государственном уровне было принято, когда появилась такая программа, такая возможность? Это хорошая такая помощь, поддержка от государства, тех людей, которые хотят иметь детей, но по каким-то причинам они не могут этого сделать? Да, я считаю, что это очень правильный шаг и очень правильная поддержка населения со стороны государства. Потому что из-за стоимости, высокой стоимости процедуры, не каждый может себе позволить провести процедуру ЭКО, вступить в протокол ЭКО. Поэтому поддержка от государства этим людям очень важна. Хочется выразить благодарность департаменту здравоохранения Невского автономного округа за возможность проведения консультаций, за возможность проведения приемов, также персоналу женской консультации за прекрасно организованный прием. Спасибо большое. Спасибо, Дмитрий Андреевич. Надеемся на успешный результат. Это было актуальное интервью. Увидимся. Продолжение следует...